Добрый день, милые дамы, уважаемые господа! С вами Светлана Амельян, савтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я под в итоге нашего конкурса по итогам марафона «Подушка клей». Саму подушку мы вязали в течение четырех занятий, и подушки получились невероятно красивыми, позитивными, оригинальными. Это отмечали и как участники, так и те, кто голосовали по результатам этих подушек. Призом за победу в голосовании является подарочная карта от нашего спонсора, питерского магазина и производителя пряжи и ниток «Невская рукодельница». Отчеты участников были выложены в альбоме номер 4. Вы можете зайти в нашу группу и посмотреть все эти отчеты. И голосование мы проводили очень простым способом, потому что объективно определить, кто лучше и кто хуже, как вы видите, практически невозможно, потому что красота невероятная. Несмотря на то, что вязали девочек по одному и тому же заданию, они использовали и разные пряжи, и разный вариант соединения. Кроме того, я собирала отчеты наших участников по итогам этого марафона. И все они писали отзывы, от которых слезы наворачиваются на глаза, потому что ты понимаешь, что твоя фантазия, она не одинок. И не обязательно вещь должна быть очень нужная в хозяйстве. Она может быть просто очень позитивная. И вот эти отзывы о нашем марафоне, они именно таковы. Они именно показывают, что эта подушка произвела эффект цветотерапии. И несмотря на то, что она, может быть, и не очень нужна в хозяйстве, но на нее уже стоят очереди желающих посидеть и получить такую подушку в свое единоличное пользование. Мы благодарим всех наших помощников, которые принимали активное участие в создании этой подушки. И также я благодарна нашим участницам, которые прислали эти фотографии, потому что мы могли бы этого никогда не узнать. И вот благодарственные отзывы от участников, они очень теплые. Они очень трогают меня, как основного дизайнера этой подушки. Потому что, когда я ее создавала, конечно, стоял вопрос, а нужна ли она будет вообще? А будет ли это востребовано? Не слишком ли она экзотическая по сравнению с тем, что привыкли мы иметь в нашем хозяйстве? Квадратные либо круглые плоские подушки, украшенные жаккардом. В крайнем случае, валаном. Вот в данном случае подушки получились, как вы видите, фактурные и очень объемные. Марафон наш начинался с того, что мы попросили приобрести как можно более разноцветную пряжу. И сказали, что мы используем пряжу предельно ниточного комбината имени Кирова Нарцисс. И вот эта цветовая гамма, которую у нас... Эту фотографию я сделала в магазине предельно ниточного комбината имени Кирова, который называется Невская рукодельница. И вы видите, какое многообразие вот этой хлопковой пряжи можно использовать. Именно поэтому для нашего марафона я выбрала эту пряжу, хлопковую пряжу, такой обильной цветовой гаммы. Первое задание было связать вот такие шарики. И, конечно же, когда эти шарики появились, то никто не мог понять, что же это будет такое. И вот эти шарики прибавлялись, прибавлялись. Красота невероятная. А это уже отчеты по второму уроку, когда тоже было непонятно. И говорили, что это за гнездо. Непонятное, непонятное, что это гнездо. И так продолжалось до тех пор, пока мы не связали зелененькую серединку. И вот тогда уже у всех руки чесались, и они начали собирать и складывать. Как же это может получиться? Но на самом деле наша подушка выглядела вот так. Это был оригинал. А то, что навязали девочки, вы уже видите. И самое смешное, что даже при сборке одного и того же, один и тот же автор, очень долго не мог голосовать, как же он хочет, чтобы выглядела его подушка. И были совершенно разные-разные варианты сборки. Но в итоге мы, конечно же, определились. В результате мы провели голосование по итогам марафона. И победила подушка Виолетты Ковальчук. На самом деле я для себя понимала, что самостоятельно я не могу быть главным членом жюри или единственным членом жюри, потому что для меня совершенно невозможно определить победителя. И поэтому мы определяли победителя по нескольким параметрам. Первый – это был подсчет голосов. В голосовании у нас приняло 138 участников. И по этому параметру победила подушка Виолетты Ковальчук, которая набрала 47 голосов. Но чтобы дать возможность и другим участникам как-то себя проявить, мы учитывали также и количество голосов и лайков, которые находятся вот здесь, на этой подушке. Вот здесь, с этой стороны. И поэтому мы тщательно пересчитали всех участников, посчитали, сколько у них было комментариев, голосов и прочего. И свели все это в единую таблицу. И по итогам все равно победила подушка Виолетты Ковальчук, которая набрала 47 голосов, 14 лайков. И в итоге 61 знак внимания. Поздравляем Виолетту и приглашаем вас на наши новые мероприятия, которые мы будем проводить регулярно, потому что мы поняли, что в хозяйстве нужны не только полезные вещи. В хозяйстве нужны и вещи, которые дают эмоциональную подпитку. И именно таким способом, когда мы вяжем необычные вещи, которые создают интригу, которые дают невероятный цветовой удар и оставляют вас чувствовать себя великим дизайнером, потому что ваши близкие, ваше окружение, они совершенно не ожидают, что это будет не банальный свитер, не носки, не ритузы, а что-то совершенно-совершенно необычное. Марафон – это игра, где мы не просто наслаждаемся процессом, а мы еще и ограничены по времени. Побеждает сильнейший, побеждает тот, у кого есть стремление к победе, потому что и по ночам приходится вязать, и в чем-то себя ограничивать. Удовольствие от достижения вот этого результата многократно превосходит те усилия, которые вы затратите на прохождение этого марафона. Поэтому приглашаем вас на наши следующие мероприятия, которые будут проводиться регулярно, и следите за нашими анонсами. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изва вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Продолжение следует...